Приветствую вас. Я бы хотел дать вам свой ответ с точки зрения профессиональной психотерапии Елены. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, что у вас есть страх быть отвергнутой. И этот страх родом из детства. Связан он с детскородительскими отношениями. И разбираться с этим страхом, со страхом быть отвергнутой, нужно отдельно. Причина этого страха кроется в том, что вы не до конца себя принимаете, не до конца находитесь, так сказать, в ладах сама с собой. И, соответственно, из-за этого, условно говоря, друг, тот же друг или та друга, нужны вам для того, чтобы получить какую-то информацию о себе. Так как у самой, у самой, у вас, этой информации либо нет, либо ее недостаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот, это первое. Второе. Если мы говорим о дружбе как таковой, да, если мы говорим о дружбе как таковой, то дружба возникает немножко не так, как вы описываете. Дружба возникает все-таки на основе, или на основании, лучше сказать, общего. То есть, если у людей есть что-то общее, если между людьми есть что-то общее, если у людей есть общие интересы, общие действия, которые их увлекают, привлекают и так далее, то дружба может возникнуть практически между любыми людьми, если им друг другом комфортно и если они, ну, ну, если они делают примерно одно дело, да? То есть, здесь как бы даже не столь важно, сколько кому лет, не столь важно, кто какого пола, да, то есть одно поло, люди одного этого пола или люди разного пола, это на самом деле все не столь важно. У вас есть один, так сказать, момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, потому что он мне показался очень важным. Вы говорите, что ваше общение с этой женщиной началось на работе. Работа это коммерческая деятельность и, соответственно, дружба именно на основе коммерческой деятельности является крайне нежелательным основанием, потому что, ну, потому что в основе, в основе таких отношений не лежит свобода воли. В основе таких отношений лежит все-таки другое совсем все. Идеально, если вы общаетесь с людьми на некоммерческой основе, то есть не по работе и не со своими коллегами, у которых, как повторяю, есть коммерческий интерес всегда, вот, а именно все-таки не на коммерческой основе. С другой стороны, поскольку вы общаетесь уже, я так понял, какое-то время в таком приятном режиме, да, то вы можете, в принципе, попробовать элементарно просто пригласить ее в кафе на чашку кофе и пообщаться с ней, как бы, ну, вот, в неформальной обстановке. Ну, вот, посмотрите, как она к вам вообще относится, то есть как, ну, как с ней можно выстраивать отношения, да, как с ней вот эти отношения выстраиваются не в привычных рабочих условиях, да. Вот, в принципе, это единственное, что можно сейчас сделать, по-другому, как бы, проверять, наверное, не стоит, может, можно человека подогнуть или напрячь его чем-то. Дальше. Понимаете, то, что вы описываете к ней, духовный подъем, скуку по ней и так далее, если честно, на дружбу не очень похожа, и вот почему. Дружба, это взаимодействие двух независимых равных людей. У вас здесь, я бы, ну, не сказал, что была прямо вот какая-то независимость, да, такая прямо явная. То есть у вас все-таки есть зависимость, у вас есть к ней тяга, вы скучаетесь по ней, это уже нельзя назвать независимостью. И поэтому дружба здесь, ну, вот то, что вы описываете, это не совсем дружба. Вот. Это вот именно тяга. Тяга, которую нужно исследовать. Понимаете? Тяга, у которой есть, значит, как бы, свои основания. Тяга, у которой есть свои причины, я бы сказал. И вот с этими причинами этой тяги нужно разбираться. Потому что одно дело, если вам человек просто нравится, и вы хотите для него что-то делать, и другое дело, если вас к нему тянет, это совсем очень другая история. То есть она, эта история, может усложнить ваши отношения и сделать их более, скажем так, более напряженными. напряженными. Вот. То есть тут, вот этот момент, его, на мой взгляд, надо бы тоже поисследовать. Именно вот момент, связанный с тем, что вы с ней испытываете симпатии, что у вас духовный подъем и так далее. То есть само по себе это неплохо, но очень похожее на зависимость от человека. Дальше, вы пишете, что у меня уже 12 лет нет ни одной подруги. Знаете, почему-то, почему-то, у вас не стало подруг. И какие-то ваши поведенческие паттерны к этому привели. И это может проявиться и в отношениях с человеком, которого вы описываете. Если вы не хотите, чтобы это повторилось, то я бы сказал, что это нужно также поисследовать для того, чтобы, ну, лучше разобраться вам с тем, почему так произошло. И подкорректировать, возможно, где-то в чем-то свое поведение, возможно, где-то в чем-то свое отношение к себе и к окружающим людям. Дальше, вы пишете, я хотела бы, чтобы у меня подруга появилась. Очень важный момент, для чего? Почему вы хотели, чтобы подруга появилась. Понимаете, когда вы говорите, что хотите, чтобы появилась подруга, вы выстраиваете для себя тем самым, тем самым, вы выстраиваете для себя некий образ. Друга, который, конечно же, является идеализированным. Ну, тут по-другому никак. Если вы хотите, чтобы у вас появился друг или подруга, то вы идеализируете. Хожу просто потому, что вы уже хотите чего-то, а если вы чего-то хотите, то вы, соответственно, представляете себе это. То есть, вы представляете, вот, о чем, как бы, идет речь, да, то есть, о чем, о ком идет речь. Вы себе это представляете, поэтому здесь момент такой, момент идеализации. И момент идеализации лучше раскрыть тоже, потому что это может мешать аутистичному восприятию человека, непосредственно самобытному восприятию человека. Далее. Так, были кандидатки, но они мне совсем не нравились, я их отшивал. Ну, вот здесь тоже, на мой взгляд, такой важный момент, да, то есть, что значит кандидатки, что значит они вам не нравились, что значит вы их отшивали. То есть, дружба, она, ну, не, не в таких терминах проявляется, не в таких категориях она выражается. То есть, нельзя быть кандидатом на друга, нельзя быть кандидатом, там, на подругу, это не рабочее место. Понимаете, какая штука. То есть, тут вот, опять же, вопрос к тому, как вы воспринимаете людей, да. Вот, как может быть кандидатка, как может быть человек кандидатом на друга, если он вам не нравится. Если он вам не нравится, то тоже очень важно понять, чем он вам не нравится. Это тоже очень важная история, потому что, ну, как бы, симпатия-антипатия, она бывает разной. И ее, так сказать, основание, ее тело нужно исследовать. Дальше не было у меня к ним идти тяги, а у них был интерес не дружить. А, искали выгоду, это было на лбу написано. Ну, опять же, тут надо проанализировать, что вы имеете в виду под тем, что искали выгоду. Все, мы как-то, на лбу написано. Вот, у вас не было к ним тяги. Так, понимаете, Елена, ну, как бы, дружба, она, и в дружбе не должно быть тяги. Как бы, если есть тяга, как вы, наверное, уже поняли из моего сообщения, если есть тяга, то это не совсем дружба уже. То есть, симпатия, симпатия, да, это не тяга, как таковая. И симпатия, это, ну, я бы сказал, это такое свободное желание делать человека счастливым. Или делать просто что-то для человека, или чем-то делиться. Вот. Такой вот момент. То есть, вот эти аспекты, которые я озвучил вам, их надо бы проработать, прежде чем решать, что делать дальше с, ну, вот, с дружбой вашей, да. Вот. А, возможно, тогда вам, кстати говоря, станет все более понятно, и вы не будете мучиться тем, а вот как она ко мне относится, а вот что можно, а вот что нельзя, и так далее. То есть, тут, как бы, этот аспект тоже нельзя исключать, потому что, ну, очевидно, что вот, вот, неуверенность и определенного рода отношения к дружбе мешает вам раскрыть себя и быть полностью искренним. Вот я не думаю, опять же, что если вы, как вы говорите, далеко не юный, то я не думаю, что имеет смысл тратить время на какие-то сомнения, стеснения и так далее. Вот. Такой вот момент. Это то, что я хотел бы вам сказать, потому что я хотел бы, ну, вам ответить с точки зрения профессиональной психотерапии. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, я буду благодарен, если вы обратитесь в личку. Также буду благодарен, если сделаете мой ответ в лучшем случае, если он вам понравился. Вот. В остальном, может ли возникнуть дружба? Может возникнуть дружба. Значит, симпатия и желание дружбы между однополыми людьми взаимно. Без взаимности просто ничего не получится. Так, отвечаю на ваши вопросы. Отвечаю, она интересна. Дружба сомнения симпатии или нет. Опять же, здесь какая вам разница. Тут уже имеет место быть сверх мотивация. Вот. Вы разбираетесь в таких делах. Можете подскажете мне, как оно обычно бывает. Ну, как обычно бывает, я вам сказал. Вот. И, собственно, вот то, что вы хотите проверить, это очень похоже на потребность себя обезопасить. Вот. Если вы видите себя в безопасности, то, соответственно, и здоровых отношений, скорее всего, вы построить не сможете. К сожалению. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. КОНЕЦ